Все? Друзья, только что завершился и APT, Altai Russian Poker Championship, Иван Дубинчук рядом со мной занимает второе место. Мы вас поздравляем, это отличный результат. Расскажите про финальный стол. Да, если честно, финальный стол мне хорошо удался, но больше всего я хотел кубок забрать. Мы уже поделили деньги, я очень сильно кубок хотел домой. А так, турнир хорошо начинался, не очень. Я первый день закончил с очень плохим стэком, 26 тысяч. Уже домой собирался, гостиницу сдал, думаю, домой поехать. Жена позвонила, сказала, давай соберись там. Ну и что-то поперло, поперло. И вот попал на финальный стол. Соперник хороший попался в хедзапе, хорошо играл. Обидно, конечно. Деньги мы как бы поделили, но кубок, кубок. Другой какой-нибудь возьму кубок обязательно. Впереди еще мейн-ивент, на самом деле. Может быть, жена сейчас позвонит и скажет, оставайся, слушай, друг. Вам не показалось, что ваш оппонент по хедзапу Дмитрий Брагин лютый, лютейший нацист? Нет. Мне очень понравилась его игра, он временами так сильно исполнял, что ему прям можно поаплодировать. Соперник очень тяжело попался, но он заслуженно победил. Вот так вот. Ну, слушайте, это очень круто, признавать такое, занимая второе место. Вы отлично играли, на самом деле, я следила за финальным столом. Расскажите немного о себе. Откуда вы приехали, какое место покер занимает в вашей жизни? Я из Новосибирска приехал. Ну, основную деятельность занимаю, так сижу в интернете. Еще немного о покере в вашей жизни. Вы говорите, что сейчас это ваша основная деятельность. Сколько лет вы уже играете, вообще с чего пришли в покер? С 50 долларов на покер-стратеджи, как и в основном? Нет, это слишком уж. Нет. Как играю? Ну, с 18 лет как можно было уж. Как можно было играть, да? Я, кстати, начинал я вот в 18 лет, и когда это мне, 12 лет назад на пати-покере я и на этом же шайте снял джекпот. У меня там бэт-бит был, я сидел за столом, просто сидел не в раздаче, там хороший был бэт-бит. Мне дали денег. С этого момента я как бы начал. Я понял, что можно играть в покер. Классно. Смотрите, по сути, вы остались играть в турнире, потому что жена сказала, соберись и играй. Сейчас вы занимаете второе место, вы поделили призовой фонд. Что вы подарите жене с этого выигрыша? Ну, все, что скажет, то и подарю. Класс, правильный ответ. И последнее. Когда проходил Бабл, я смотрела, вы прям постоянно включали инстаграмчик, чтобы все это заснять, и вообще в течение дня у вас прям инстаграмчик из рук не выходил. Я даже пыталась все это время найти вас в инстаграме, чтобы посмотреть, в чем дело-то вообще. Вы прямо инстаграмер? Нет, я не инстаграмер, просто я включил вот эту раздачу на Бабле с десятками и въехал в тузов, заснял эту раздачу, проиграл и сразу удалил. Следующая раздача была у меня туз Король, и там была туз Дама. Я не стал включать инстаграм и выиграл раздачу, я понял, что лучше не надо. Дело в инстаграме, на самом деле. Ну, удача любит тишину. Класс. Спасибо вам большое, желаем вам удачи, и пойдем разговаривать с чемпионом этого турнира.